Всем привет! Это мой первый день влога. Хочу начать снимать именно сейчас, потому что, скорее всего, этот влог немножко затянется, потому что я работаю. На работе снимать не очень удобно, но буду снимать что-то кусочками, рассказывать. Сейчас по планам помыть посуду, собраться и поехать в Чебоксары, чтобы съесть в каскад, посмотреть вещи. Очень хочу сходить в магазин Зарины, потому что посмотрела на сайте их вещи, очень понравились. Думаю, если там что-то найду, куплю там. Если там ничего не найду, лучше бы тогда заказать. Приятного просмотра! Короче говоря, на кухне у меня прям конкретный срач. Очень много посуды надо помыть. Но даже не то, чтобы много, нужно просто всё разобрать и поставить на свои места, и окажется уже порядок и чистота. Сейчас я быстро это с этим закончу, и пойдём собираться. Короче говоря, я прибралась, попила заодно чай. Теперь, думаю, надо собираться ехать в каскад, поснимаю что-нибудь вам там. Надеюсь, мы найдём что-нибудь красивое. Я очень надеюсь, потому что мне супер нужны базовые вещи, которые будут на каждый день. Будет удобно носить совсем, потому что гардероб у меня не такой супер большой. Я, наоборот, избавляюсь от всего, что-то отдаю, но вроде ничего не продаю. Выкидываю совсем мало, потому что вещи покупаю, ношу совсем-совсем немножко. Потом они меня доедают. Я хочу чего-то нового. Поэтому нужно что-то купить, потому что всё раздала. Встретимся с вами позже. Вот такой вот лук у меня получился. Надела свитер, надела голубые джинсы, сумочку. Надену чёрные ботинки и чёрную куртку. Всё. Идём с вами покорить магазины. Надеюсь, что мы действительно что-то найдём. Мне что-то понравится. Планы немножко поменялись. Я сейчас еду до мамы. Родители у меня живут в Чебоксарах. Сейчас я доеду до туда. И, наверное, мы пойдём даже вместе в магазин. Так мне будет нескучно. Всё, выходим из дома. Ах, кстати, вот лук. Короче, по планам сейчас мне ехать минут тридцать, наверное, до ума. Минут тридцать ехать до мамы. А после этого, думаю, доедем тоже на транспорте. Чтоб было немножко побыстрее сократить просто-напросто время в дороге. Вот. Короче, я сняла кусочек, мне не понравилось. Рассказываю заново. Я доехала до мамы. На улице очень сильно потемнело. По сравнению с тем, когда я выходила из дома. А выходила из дома, было светлее как-то. На улице похолодало. Прям заметно. Надеюсь, поэтому, что мы поедем на транспорте, а не пойдём пешком. И вообще надеюсь, что мы пойдём вместе с мамой. Кстати, стало, на принципе, светло. Это очень плохо. Наверное, мне было не видно всю дорогу. Ну, ну, ладно. Главное, чтобы вам что-то рассказываю. Вот. Сейчас я дойду до мамы. Попьём чай. Я оставлю ей покупочки. Покажу заодно вам. Встретимся позже. Сходили мы в Зелину. Ничего интересного нету. Ничего не понравилось. Вообще. Нет, есть товары, которые вам очень нравятся. Подержи, пожалуйста, ваши скину. Я думаю, сумку куплю. Ну, так, в целом, ничего. Сейчас идём в Буси. Смотрим, что из Буси. Можете там что-нибудь найдём. В шкурочку. В итоге вообще ничего не нашли. Только так. Я посмотрела джинсы. Ну, если честно, я даже не знаю, что хочу конкретно. Возможно, из-за этого ничего выбрать я не могу. Итак, в целом, есть симпатичные вещички. Но, что все не то. Вот. Наконец-то я вернулась домой. Зашла в магазин продуктовый. Сейчас покажу, что купила. Распаковочку с вами снимем. Еле донесла вот эти два тяжеленных пакета. А ещё у меня такая свинья где-то испачкала настолько сильно обувь. Вообще, я умница, конечно. Сейчас не несём. Ой, пакеты. Сейчас подождите, девочки. Я вас переверну. Кошмар. Я настолько замоталась с этими покупками. Я реально устала просто ходить по магазинам. Ой. Ник думала, что это кажется настолько выматывающим. Потому что... Потому что мы вроде съездили просто в один торговый центр. Мы зашли всего в четыре, наверное, магазина. В итоге я ни в одном ничего не нашла. Очень сильно расстроилась. Но поняла, что лучше заказать, наверное, вещи онлайн. Что не подойдёт, правда, просто обратно. Возврат сделаю. Вот. Сегодня надо приготовить что-то на ужин. Я совсем не знаю, что готовить, естественно. Вот. Сейчас пойду разбирать покупки. И заодно сниму маму. Только на это посмотрите. Ко мне пришла моя лоскуша. Привет. Это Мурка. Наша кошечка. Супер любвеобильная. Вообще, когда мы только сюда переехали, точнее я сюда переехала, кошка вообще не давалась гладиться. Вообще никак. А сейчас это максимально любвеобильное животное, которое очень много хочет внимания. Иногда у нас просто даже нету сил столько, чтобы уделить ей столько внимания. Очень любит людей. Дя моя красавица. Вот. Сейчас мы пойдём с ней как раз разбирать пакеты. И готовить кушать. Ну что, давайте я сниму вам побыстрому распаковку, что купила. Это я купила в Пятёрке. Я купила две приправы. Для картошки, для курицы. Сегодня, наверное, будет краска картошечка. Вот. Дальше я купила для посуды средства. Надо, кстати, все есть. Средство для посуды взяла. Обычное. Синертетик. Мы его берём. Прошлый раз у нас было с апельсином. Сейчас мы ещё до этого брали с арбузом, если не ошибаюсь. Взяла с гранатом. Должно быть вкусно. Пахнущая. Взяла по акции. Квикс и Сникерс. Дальше купила ещё авокадо. Дальше. Я уже купила в этом. Магнит-косметик. Я взяла бомбочку для ванны. Мне закатилась. А, ещё стики. Дальше я купила в Алёшину. Голи. Взял пакетик. И взяла пакетик в филе. Это тоже. Дальше. Дальше я взяла попить. В последнее время мы подсели на добрый. Берём в достаточно большом объёме. Двухлитровый всегда. Дальше я взяла молодому человеку пивасик. Сама пиву, кстати, не пью. Но молодой человек пьёт. Поэтому сегодня тем более пятница. Ещё взяла две слоечки. На завтрак самое то. В целом всё. Распаковочка снята. Сейчас всё разложим. Всё уберём по местам. И пойдём заниматься другими делами. Вот, кстати, что я хотела бы вам рассказать. У меня этот чек я не взяла. Авокадо вышло на 124 рубля. Я не знаю, что это за цены такие. Мне кажется, это очень дорого. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Вот. А бомбочки, кстати, оказались по скидочке. Надо будет, кстати, попробовать. Как-нибудь здесь сниму вам. По 54 рубля всего лишь. Это очень дёшево, так скажем. По ценам, кстати, я ничего не называла. Это филешка. В голени взяла 10 штук. В принципе, булочки рублей по 25, наверное. Ну, здесь так по факту цены видно. Это рублей по 55, наверное, где-то вышли приправы. Скидочек взяла за 199. Напитки. Пивай с там что-то. 190. А, 129. Это 118. Скидки 160, по-моему. Ну, всё, вроде рассказала. Всем доброе утро. Сегодня у меня первый рабочий день. Я, если честно, хотела подснять что-нибудь с утра, когда проснулась. Но в итоге ничего вообще не успевала. В итоге, думаю, приятно работать. Что-то что-нибудь вам сниму. Сейчас я уже перекусила. Очень много народа сегодня что-то ходит у нас с утра. Я забуду работать. И, наверное, что-нибудь потом днём, может быть, сниму. И вечером, наверное, что-нибудь вам сниму, когда вы уже будете дома. Сейчас единственная проблема, в которой я столкнулась снимая видео, это в том, что я очень, как-то напрягаюсь и сжимаюсь. Говоря при людях. Сейчас я секунду попереду покупателям. Потому что чувствую себя как будто бы менее комфортно. Но в целом мне несложно говорить на камеру. Мне интересно, мне нравится, мне меньше, что вам рассказать. Поэтому я буду очень сильно стараться, чтобы это всё шло в правильное русло, и мне было комфортно и спокойно это делать. Всем хорошего вам дня. Мне тоже, потому что от этого зависит наша продажа. А это для нас очень важно. Кстати, потом выделюсь дома с вами классный крем для рук, который мне очень нравится. Может быть, даже вечером на работе. Всем привет. Я зашла снять последний кусочек видео. Это будет уже прощание, потому что я сегодня работаю, доработаю смены и просто поеду домой отдыхать. Ничего больше интересного происходить не будет. Это видео получилось очень-очень коротким, потому что я все дни либо чем-то занималась таким по дому, либо просто работала. Обещаю, что следующие влоги будут понасыщеннее и поинтереснее. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, говорите, что нравится, что не нравится. Буду всё читать, смотреть, принимать во внимание. Мне будет очень интересно. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok